Сегодня мороз без солнца, день чудесный. Гололёд. Ходить вообще нереально. Поэтому вчера был дождь, ночью всё примерзло. Сегодня, наверное, ночью вообще будет жесть. Реально идти вообще невозможно. Собака тянет, чтобы не упасть. Ну и так чувствуется, примерзает. Хочу показать, как у нас дома строятся. Всё из дерева. Мне кто-то там не верил. Всё, всё из дерева. Все наши вот эти стройки. Всё это, как говорится, доски-доски. Этот, как оно называется, этот материал? Прессованные эти? Ипсокартон или как оно? Поэтому, когда проходит ураган, ветер торнадо в некоторых штатах. Поэтому сдувает, сдувает деревнями все дома. Собака гавкает, не даёт не снимать. Значит, это у нас недострой. Это вот так вот обилие этой клеёнкой. Я не знаю, что за клеёнка или... Господи, бумага какая-то. Не промокающая бумага. Чтобы не намокла, потому что сейчас зима, снег. Ну, фундамент. Тут вроде бы как есть фундамент. Короче, на фундамент дерево. И получаются вот такие трёхэтажные таунхомы. Сейчас я покажу готовый. А вот уже там стоят такие готовые, красивые. И, походу, уже в самом крайнем люди заселились и живут. То есть, вот это один таунхом на один подъезд. Тут уже, походу, машина стоит. С виду, конечно, выглядит красиво. Всё дорого-богато, но... Вы уже понимаете, какие там внутренности. У нас гараж на две машины будет. Гараж на две машины. И вот это такой таунхом. Площадь, скорее всего, большая. Ну, тут такая вот улица с частными домами. Красивый домик, да, вот устроенный. Такая американская мечта. И вот так вот. Так вот, вот так вот. И вот так вот. Так что теперь вы знаете, как строятся дома. Вот так вот видно со стороны. Тут раз, два. Второй этаж. И вот эти вот окошечки, это, получается, полы. Короче, когда в этих таунхом ходишь, на втором этаже на первом всё слышно. А первый этаж, это гараж, получается. Гараж, а над гаражом два этажа. Ну, такой американско-британский стиль. Ну, тут ещё котлован выжили. Тут будет один. И, скорее всего, тут. Мы уже подогнали технику, деревья выпилили, тут будет. Ну, короче, растут, как грибы. Ну, лучок уже немножечко поджарился. Пламяненький. Сейчас мы будем забрасывать фарш. Я готовлю всё в кастрюле сразу, чтобы, как говорится, не марать много посуды. Так. Много у меня фарша. Будем половину, наверное, делать. Вот так вот. Я всё на глаз бросаю. Я никогда ничего не взвешиваю. Всё, всё, как говорится, на глаз и вкус. Вот. Фарш хороший. Мало жира. Начинаем обжаривать. Мы всё с луком. М-м-м-м. Сейчас красота будет. Красота. Короче, фарш с луком, это, как раньше мы готовили, макароны по-плоцки. О. И всё. И идёт процесс. Красота. У нас тут всё жарится, булькает, жарится, шкварится. Сейчас фарш немножечко подрумянится и будем забрасывать все остальные ингредиенты. Чесночок и сладкий перец. Погнали. Красота. Ну вот, тут фарш уже прожарился, протушился. Со сладким перцем, луком, чесноком. Красота. Сейчас будем забрасывать морковку. Так, морковка тут у нас. Кто-то любит сельдереи, можно бросить сельдерея. Кто что любит. Кто-то любит без морковки. Я делаю такой, более, чтобы овощей было много. А сейчас вот это всё ещё протушится. Мы добавим перемеленные томаты. Это не томатная паста, а соус из помидор. Кто-то любит кусочком. Это у меня сегодня вот такой вот есть. Ну, с томатной пастой. Специи. И фасоль. И всё. И будет красота. И оно всё будет тушиться, тушиться. Долго, долго тушиться. И будет красота. Все ингредиенты тут, конечно, я переборщила. Мне ничего страшного. Сейчас оно всё утушится. И будет красота. Запах, конечно, невероятный. Потом ещё, когда оно чуть-чуть протушится, в конце добавим специи по вкусу. Соль, перец. И вот будет красота. О, ложка стоит, как говорится. Ну вот, показываю я конечный результат. Чили. Значит, оно тушилось, 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 натушилось. Стало такое ароматное, уваристое. Сытное блюдо. После длительной морозной прогулки самое то. Вот такое вот. Ложка стоит, как говорится. Ну, чуть-чуть не стоит. Нет, стоит. Рецепт удался. Ну, и вот уже конечный результат. в американских ресторанах подают его с крекерами, со сметаной, с табаско. Ну, кто любит поострее. Кто любит не острее, ну, просто, просто так, с крекерами. Приятного аппетита! Жду вас на обед!